Здравствуйте, я Антонио Сантено, основатель канала Real Men Real Style, и сегодня у нас вопрос от одного из наших подписчиков. Он звучит так. Много лет назад, еще в 1970-х годах, я прочитал книгу Джона Молле «Одежда для успеха», и там говорилось, где галстук должен заканчиваться. Припоминаю, что кромка галстука должна касаться верхней части пряжки. Мой вопрос – верно ли это правило? Я вижу так много людей, которые часто его нарушают, на несколько сантиметров вверх или вниз, в чем внутренне уверен. Я вижу это часто, теперь сомневаюсь и задаюсь вопросом, не устареваю ли я, и верны ли все еще эти правила стиля? Отлично. Джон Моллей, если вы не знакомы с его книгой «Одежда для успеха», была знаковой, которая вышла в то время, когда люди… Мы все поняли, что внешность имеет значение, но его книга, вероятно, была одной из первых мейнстримовых. Она появилась из ниоткуда, и действительно, многие так думают. Она была единственной в своем роде, и на самом деле, люди задумывались, что там написано. С тех пор появилось множество замечательных книг, и я не думаю, что это запретная тема. Некоторые люди в культуре понимали ее как нечто определенное. Я имею в виду Харриса Трумэна, одного из наших президентов. Он был галантерейщиком. Многие люди этого не знают. Он всегда был одет по уму. Джон Кеннеди. Его постоянно упоминают как одного из самых элегантно одетых президентов века. Рональд Рейган. Хотя он немного более современен. Поэтому он не читал книгу. Но в любом случае, где должна быть кромка галстука? Мое правило, и я собираюсь в прямом смысле использовать лист бумаги, если бы вы могли себе представить, что это пряжка ремня, край кромки должен упасть где-то между ее краями. Так что очевидно, если вы ковбой и надели галстук, у вас гораздо больше свободы, чем у человека, который носит ремень для одежды. И этот маленький квадрат намного меньше. Я также говорю, что в пределах двух с половиной сантиметров вы можете быть выше или ниже. И когда галстук начнет выходить за пределы этого диапазона, вам нужно проверить его узел. Если вы нечасто завязываете галстук, вы обнаружите, что иногда вам придется перевязывать галстук два-три раза, чтобы поместить кромку туда, где необходимо. Теперь, почему именно в этой точке? Какова причина? Ну, я не думаю, что кто-то захочет вас остановить и исправить. Но вы начинаете выглядеть неряшливым. Если галстук слишком высоко, выглядит так, будто он слишком короткий. Это просто смотрится неправильно. Галстук не завершает линию рубашки. И если он слишком длинный, внезапно он начинает свисать рядом с вашей промежностью. Это не то, что вы хотите. Так что придерживайтесь пряжки ремня. Я думаю, что центр пряжки – то, что вам нужно. В ее пределах тоже прекрасно. На два с половиной сантиметра выше или ниже пряжки – терпимо. Итак, мой быстрый ответ на ваш вопрос. Хорошо, не очень быстрый. Я рассказал немного вам о книге Джона Маллы. Прочтите ее. Хорошая книга. На этом все на сегодня. Я ответил на вопрос. И если вы хотите услышать больше от нас, не забудьте подписаться на наш YouTube. Вы можете сделать это прямо здесь. Или присоединиться к нашей имейл-рассылке. Я поместил туда много информации, которую нигде не выкладывал. И это отличный способ оставаться на связи. Мы не будем бомбардировать вас этими письмами. Хорошо, сначала вы получите серию писем. Но я пытаюсь отправлять только один или два раза в неделю. И в 75% случаев просто отличная полезная информация. Присоединяйтесь к нашему списку рассылки. Подписывайтесь и нажмите на колокольчик для получения дополнительной информации. Берегите себя. Пока-пока. Присоединяйтесь к нашему списку.